Во Владивостоке обсуждали, как в Приморье строить миллион квадратных метров жилья в год. Какими будут города-края через 20-30 лет? Изменят ли нашу жизнь умные технологии? И как бизнес может встроиться в реализацию национальных проектов? Эти и другие темы обсудили представители бизнеса, власти и эксперты на Восточном строительном форуме. Будущая строительная отрасль Дальнего Востока – основная тема форума. Также в программе темы по эскроу-счетам и обучение строителей. Мы только от реальных предпринимателей, мы только с земли можем понять, а что все-таки нужно для того, чтобы отрасль стала самостоятельной, чтобы отрасль могла развиваться, чтобы мы могли говорить именно о стратегии. Среди соседних регионов Приморье – лидер по возведению жилья. Ежегодно в эксплуатацию вводят около 500 тысяч квадратов. Но власти уверяют – этого недостаточно, нужно в два раза больше. А снижение темпов грозит повышением цен на квартиры. Во Владивостоке стоимость жилого метра и так уже в районе 100 тысяч рублей. Среди важных тем также звучали нехватка в Приморье строителей и, конечно, взаимодействие с местной властью. Нынешний форум как раз и должен помочь навести мосты. Рынок, я считаю, сейчас бурное развитие претерпевает, ввиду того, что развиваются новые направления, появляются новые строительные материалы. И хотелось бы, чтобы эти материалы не завозились на территорию Приморского края, а сюда приезжала технология, оборудование, специалисты. И было начато здесь производство необходимое. Трендам в строительстве и новым стройматериалам на форуме уделили немало внимания. Причем сделали это в максимально наглядных форматах. Например, проводили эксперименты. Так гостям форума строители показали эксперимент с кровельными материалами. Их погружали в жидкий азот, а затем в теплую воду. Современные материалы выдерживают понижение температуры до минус 200 градусов и трескаются при резком перепаде температур. А потому особенно востребованы в суровом климате. А среди кровельщиков и вовсе устроили батл. Рабочие боролись за звание лучшего в профессии. Дмитрий Беломестнов, Новости на Восьмом.